всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы развиваем мышление инвесторов и говорим о формировании инвестиционных портфелей поговорим про инфляцию в соединенных штатов америки и в мире а также что будет с долларом обязательно смотрите данное видео до конца чтобы понимать что влияет на инфляцию какие факторы насколько переоценены риски инфляции в настоящий момент и чего ждать от монетарных властей сша в двадцать втором году год 2021 у нас вообще прошел под эгидой того что очень сильно росли инфляционные ожидания глава федрезерва джерам пау категорически не видел инфляцию считал ее временной мерой но при этом конец двадцать первого года был ознаменован тем что в словах уже самого председателя федрезерва прозвучали слова что инфляция уже не носит временного характера мы будем сейчас очень внимательно за нею следить и здесь на то есть объективные причины причина заключается в том что по средствам процентной ставки удорожание стоимости денег на управление процентными ставками а также печатание предоставление долларовой ликвидности федеральная резервная система сша управляет двумя вещами а то есть мы неоднократно уже про это говорили управляет таргетирует таргетирует инфляцию и таргетирует безработицу взаимоисключающие события инфляция растет когда уровень безработицы находится на низких значениях соответственно и наоборот то есть когда безработица начинает расти инфляция начинает падать здесь все понятно если посмотреть в истинные причины инфляции индекс цен производителей когда начинает расти когда растет корт спай это связано с тем что количество производимых единиц товаров и услуг недостаточно для того чтобы удовлетворить растущий спрос когда растет спрос на товары и услуги когда люди уверены в завтрашнем дне когда стабильная экономика когда зарплаты повышаются и люди могут тратить да они используют кредитные средства у них зарплаты растет и они активно тратят даже то что не могут себе сейчас позволить на этом фоне растет инфляция и наоборот соответственно когда инфляция растет начинает представлять угрозу для экономики растущей инфляции начинают повышать процентные ставки стоимость денег увеличивается компании соответственно понимают что люди начинают тратить меньше потому что кредит более дорогой они начинают оптимизировать увольнять людей растет безработица люди теряют веру в завтрашние дней и инфляция снижается так вот возвращаясь к инфляции которую мы наблюдали рост инфляции которую наблюдали в двадцать первом году многим было понятно с одной стороны что здесь действует эффект так называемой базы связанные с тем что наоборот в двадцатом году у нас инфляция очень сильно замедлилась из-за того что люди меньше тратили но они меньше тратили не потому что у них денег не было потому что их закрыли по домам скорость обращения денег уменьшилась инфляция снизилась и через год локдауны прекратились когда открыли экономику на люди вышли из вот этой вот пандемической изоляции они начали тратить больше началось увеличение скорости обращения денег это привело к тому что инфляция начала непосредственно расти плюс еще и денег дали да то есть вертолетные деньги чеки напрямую деньги шли потребителям и компаниям для поддержки при этом нужно понимать что инфляция она увеличивалась год в году и год в году там просто сумасшедшие цифры по инфляции были да то есть и 5 процентов и 5 и 7 процентов и 6 и 4 процента 7 и 2 процента концу двадцать первого года на 5 сказывался маховик вот этой скорости обращения денег он все сильнее сильнее раскручивался и из-за этого росла инфляция не сказать что люди стали тратить кардинально больше просто по отношению году назад эти цифры были ужасающие да и поэтому многим стало страшновато об этом но в октябре ноябре двадцать первого года стало понятно что эффект базы уходит индекс цен производителей вырос уже на самом деле даже на 22 процента на 20 22 процента то есть отгрузочная цена производителей отгрузочная цена товара она увеличилась на 20 процентов год в году и люди увидели это на ценнике и соответственно начали расти реальные зарплаты влияющие на инфляцию и поэтому инфляция приобрела характер уже не временный начали появляться и бой все больше и больше развиваться долгосрочные факторы разгона инфляции и вот на это уже обратили внимание джерома паула и сказали дружище ты в борьбе с безработицей которая у нас появилась в результате к вида по моему перегнул планку то есть денег вы напечатали что-то чрезмерно много вы боретесь там с двумя стами трём стами тысячами безработных чтобы у них была работа оставляя процентные ставки на низком уровне и продолжая печатать доллары в то время когда ты забываешь там от 300 до 120 миллионов жителей или там 150 миллионов других работающих уже людей у которых располагаемые доходы просто элементарно падают потому что начинает разгоняться инфляция давай-ка ты дружок принимай меры связанные с тем что ты будешь стабилизировать данную ситуацию повышать процентную ставку ну то есть ты займешься своим основным делом долгосрочный рост экономики да то есть чтобы безработица долгосрочно была на низком уровне ты начнешь таргетировать инфляцию и уйдешь от таргетинга безработицы и на этом фоне естественно начали меняться ожидания на рынке на рынке долга на рынке акций по одной простой причине что если высказывание представителей федеральной резервной системы стали более ястребинами то есть направленными на то что будет ужесточение денежно-кредитной политики сказали к марту месяц мы вообще перестанем печатать деньги мы можем повысить процентную ставку там до четырех раз то есть сейчас заявление идут до четырех повышение может быть в 2022 году мало того вслед за федрезервом в бинокль наблюдает европейский центробанк который делает то же самое что делает федеральная резервная система с лагом в 6-12 месяцев до в зависимости от того как ведет себя экономика и поэтому здесь получается что ожидания по росту процентных ставок они соответственно увеличиваются на этих ожиданиях что мы наблюдаем мы наблюдаем то что выходят из рисковых активов выходе с развивающихся рынков выходят с акций роста перекладывается из компании роста в компании стоимости которые генерируют денежный поток и в принципе идет некая такая ставка связана с тем что ну скорее всего доллар будет чувствовать себя достаточно уверенно к корзине мировых валют мы сейчас говорим в первую очередь то есть про рубль мы говорили отдельно вот в этом видео здесь мы говорим про доллар в глобальном масштабе теперь что касается моего мнения что я думаю по этому поводу в 2022 году вот учитывая эффект базы которые мы наблюдали эффект базы от которой растет инфляция он точно таким же приятным сюрпризом если в двадцать первом году это был негативный сюрприз 22 году это может быть наоборот позитивный сюрприз из-за того что инфляция год назад ну то есть мы ровно 12 месяцев отчитываем и начинается первый квартал год назад до какая была инфляция какая она в первом квартале 22 года второй квартал то есть во втором квартале 21 года инфляция начала расти соответственно во втором квартале 22 года мы начнем видеть замедление темпов инфляции и ближе к концу 22 года когда вы были вот эти вот пиковые значения по инфляции инфляция наоборот год году будет приносить какие-то удивительные факторы связаны с тем что она будет замедляться да она не снизится до значения 0 5 или полтора процента но она начнет приближаться опять-таки к таргетируемому уровню 2 2 с половиной я думаю что по итогам 22 года может составить порядка 3 3 с половиной процентов что в этом случае мы можем увидеть поведение федеральной резервной системы сша первое это соответственно как будет реагировать экономика соединенных штатов америки на то что в марте 22 года просто перестанут печатать деньги естественно когда долларовая ликвидность таким образом ограничивается будут смотреть что делать европейский центральный банк в первую очередь с своим печатным станком и на этом фоне в принципе в первом квартале мы можем увидеть достаточно стабильный доллар до который может расти корзине мировых валют и как мне кажется в первом квартале мы увидим вот какую вещь перестанут печатать деньги это уже понятно второе будет повышение процентной ставки причем она будет однократно на 0 25 процентных пунктов который будет сопровождаться очень резкими заявлениями очень резкими высказываниями что у нас все находится под контролем мы будем оперативно вмешиваться вплоть до того что мы можем в экстренном порядке повышать процентные ставки и здесь получается рынок будут держать в неком таком напряжении напряжение связаны с тем с очень резким ужесточением кредитно-денежной политики чтобы ожидания ожидания я еще раз акцентирую сейчас внимание ожидания у игроков рынка сводились к тому что денежно-кредитная политика будет более жесткой почему потому что ожидания влияют на цену финансовых активов в том числе и поэтому я считаю опять же мое мнение не факт что я окажусь прав но только будут развиваться события в двадцать втором году это то что деньги печатать прекратит федеральная резервная система в первом квартале 22 года европейский центробанк ближе к концу 22 года от америки мы можем увидеть однократное повышение процентной ставки и зависание на один-два квартала то есть это второй-третий квартал пройдет в неком таком зависании чтобы посмотреть как рынке она это отреагирует то есть что происходит в этот момент с долларовой реквидностью здесь не будет точно никаких резких действий да то есть будет наблюдение опять же будет очень много резких заявлений которые будут приводить к тому что вы должны понимать что как бы сильный доллар тоже америке не нужен да потому что вы в этом случае начнете перестаете конкурировать своими товарами услугами на международном рынке поэтому заявления могут быть резкими по факту действия могут быть более мягкие как отразиться в этом ключе доллар опять же я говорю глобально что касается не к рублю про рубль говорили отдельные говорили отдельно факторы которые влияют то что рубль будет себя чувствовать более стабильных доллару если мы говорим о широком влиянии доллара то он будет гораздо лучше того же самого евро в глобальном плане в первом полугодии 22 года ну а после этого соответственно нужно смотреть как я считаю что реальное действие которое будет проводить федеральная резервная система сша ну то есть мы это действительно уже наблюдаем в чем уже в январе 22 года федеральная резервная система просто на словах заявила о том что они не просто свернут программу выкупа активов сначала сказали мы при перестане печатать деньги сказали в декабре месяце в первой половине декабря во второй половине декабря сказали что мы возможно повысим процентную ставку в январе одновременно не одновременно а слагом там в одну неделю прозвучали заявление что мы можем увеличить процентную ставку до четырех раз двадцатом году а уже второй декаде января вообще прозвучали заявления связанные с тем что не просто выключат печатный станок а начнут изымать долларовую ликвидность и пока это только заявление реальных действий по факту мы не наблюдаем до которые которые непосредственно проводятся и думаю что вот такое вот напряжение первая половина года будет присутствовать и в этот период времени если вы там глобально инвестируете я думаю что за доллар особо переживать не нужно да то есть долларовые активы еще могут обладать какой-то привлекательной нормы прибыли но как привлекательной нормы прибыли здесь нужно расставить акценты облигации не привлекательны потому что инструменты с фиксированным доходом наоборот будут распродаваться потому что будут ожидать ужесточение кредитно-денежной политики облигации типсы также не интересны по одной простой причине что пик инфляции будет пройден в первом квартале 22 года акции роста будут продаваться потому что опять-таки возможно ужесточение кредитно-денежной политики что негативно влияет на акциях роста но может быть значительный спрос в акции компании стоимости это то на чем можно заработать сейчас если у вас есть инвестиционный портфель потому что абсолютное большинство физических лиц что в россии что в америке они инвестируют в акции компании роста потому что они могут сделать x1 x2 x3 и люди которых пришло очень много за последние два-три года на фондовый рынок когда ты с ними говоришь про акции стоимости там про дивидендную доходность вот у меня в фейсбуке да была такая интересная переписка с одной мадам год полтора назад писал о том что ребята посмотрите есть нефтегазовые мейджеры да там exxon mobil volero energy energy трансфер то есть они сейчас дают двузначную дивидендную доходность доллара то есть там в районе 9 процентов отдельной компании 12 14 процентов 17 процентов в долларах можно было получать дивиденды на что у меня был такое мнение написано парень слушать кому ты нужен со своими дивидендами 9 14 процентов я вот тесла купила там год назад у меня там x3 я на этом непосредственно заработал я понимаю что таких людей очень и очень много и чем раньше произойдет смена парадигмы у вас в голове чем раньше вы обратите свое внимание на акции компании стоимости они акции компании роста тема больше преференции долгосрочном периоде вы сможете получить и минимизировать риски да в случае если прилетит какой-то черный лебедь акции компании роста могут быть подвергнуты очень серьезным распродажам отличие от акции компании стоимость и даже если акции компании стоимости будут падать в цене имея сейчас привлекательную норму дивиденды доходности вы приобретаете очень важный бенефит который вы никогда не получите в акции компании роста если акции компании роста вы всегда вынуждены покупать за счет вашего активного дохода то есть вы добавляете деньги на инвестиции свои собственные которые вам нужно заработать то когда вы покупаете акции компании стоимости вы можете увеличить количество ну то есть долю владения в конкретной компании за счет дивидендов то есть за счет денежного потока которые генерируют это акции то есть если у вас есть акции роста в количестве 100 штук то чтобы у вас их стало больше так как акция роста не выплачивает вам никакого денежного потока никаких дивидендов то в этом случае чтобы у вас стало больше самих акций вам нужно еще купить то есть вам нужно докупать и заводить новые деньги, которые вы берете с активного дохода. Когда же вы покупаете акции стоимости с дивидендной доходностью 10%, если у вас 100 акций, по доллару, допустим, одна акция, и выплачивает дивиденды 10%, то за счет дивидендов в количестве 10% вы каждый год, помимо того, что свои деньги доносите, вы можете плюс 10 акций покупать за счет дивидендов. В первый год, плюс 11 акций во второй год, и так, соответственно, погода, и это основное преимущество, которое может быть в настоящий момент, потому что в условиях все-таки растущей инфляции и выше, чем это было до пандемии, очень важно иметь денежный поток, то есть будут обращать внимание на акции компаний, которые генерируют денежный поток. Я думаю, это отдельная большая тема, связанная с темой акции роста и акции стоимости, мы запишем отдельное видео, кстати, друзья, если нужно отдельное видео, пожалуйста, оставьте комментарий под данное видео, и могу сказать, что у нас была конференция на протяжении четырех часов, где как раз-таки команда MaxCapital, мы проводили вот этот вот анализ, что из себя представляют акции компаний стоимости. В среднесрочном периоде, в долгосрочном периоде, насколько они доходны или недоходны по сравнению с акциям роста, почему акции роста непосредственно росли, в чем их преимущество было в предыдущие 15-20 лет, почему акции компании стоимости будут в фаворе в следующие 10-15 лет, то есть 4 часа полноценной конференции по данному вопросу, в том числе, какую стратегию определить на 2022 год, ссылочка по данным видео, проходите. Предупреждаю сразу, это не бесплатно, но пользу этой информации точно раз в 10-15 больше, чем цена, которая она стоит. У меня же на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания и удачи!